Всем привет, друзья, с вами Пипа, и сегодня у нас на обзоре игра, которая называется Ashes of the Union. Погнали смотреть. Что-то у нас постапокалиптическое. В 60-х годах, когда мир стоял на пороге новых открытий, крупный астероид столкнулся с Землей. Литосферные плиты пришли в движение, порождая чудовищные землетрясения и извержения. Это привело к значительным изменениям ландшафта, климата и повлияло на биосферу. Советский Союз оказался наиболее удален от места столкновения. Это дало возможность предпринять меры для предотвращения и минимализации последствий катастрофы. В тектонически нестабильных районах были построены автономные бункеры, способные сохранить важнейшую промышленность и обеспечить защиту ограниченному числу людей. Им предстояло провести многие годы в подземном укрытии, полностью отрезанными от внешнего мира. Те, кто остался на поверхности, вступили в борьбу за выживание, однако их шансы на успех были невелики. Спустя долгие десятилетия, сейсмодатчики наконец успокоились. Мир пришел к стабильному состоянию. Настал момент выйти из бункера и узнать, что изменилось на поверхности. Требуется разведчик, который первым вступит в неизведанный мир. И эта миссия возложена на тебя. Управление машиной будет осуществляться дистанционно и, вероятно, она будет уничтожена. Однако не стоит беспокоиться по этому поводу. Сейчас важнее всего собрать первые данные с поверхности. И понемногу, шаг за шагом, вернуть цивилизацию и восстановить Советский Союз. Да, все-таки постапокалипсис, причем еще в нашем сеттинге. Блин, это очень круто. Наши разработчики все-таки красавцы, когда делают вот такие интересные игры. Интересно все-таки играть за наших. Так, управление машиной, ВАСД. Так, ну надо привыкнуть еще к управлению. Хорошо, допустим, вы получили первые данные поверхности, продолжайте исследование. Так, стрелять я ничего не могу. Дальше что мне? Чем больше разных мест вам удалось посетить, тем больше данных вы можете собрать. Состав воздуха пока что. Нужно изучить мне. Так. Сбор обломков строений. Ой, это что за фигня? Эй, пошли нафиг. На поверхности есть жизнь. Осторожно приблизьтесь к представителю нового вида. Да в смысле? Они меня долбят. Представители нового вида... Блин, это какие-то арахноиды, пауки. Образцы флоры. Так, эти уродцы пытаются все-таки меня сожрать. Ой, так, их уже пятеро, да? И они все-таки меня долбят. Еду я очень тяжело. Карта высот. Так, шестой. Ребятки, а вы... Ой, там какой-то еще один здоровый вылез. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Все очень, очень плохо. Очень плохо. Отвалите от меня. Ой, какая-то пушка. Я промахнулся. Я промахнулся. Как мне развернуться-то? Да дайте развернуться, уроды. Все, добили. Блин, жалко. Разорван. Так, ну что ж. Так, давайте. Пробный заезд. Хорошо. Блин, было бы круто, если бы я смог эту пушку схватить. Так, информация о животных. Так. Угу. И что такое информацию? Я могу типа сюда создать. Доклады об опасностях. Теперь вам доступны следующие технологии. У них будет сбой. Свой, более сложный набор ячейк, необходимый для заполнения. Также понадобится больше данных. Все данные добываются в экспедициях. Сейчас перейдите в гараж, вооружитесь легким пулеметом и отправляйтесь в новую экспедицию. Хорошо. Мне дадут новый пулемет. Хотя бы маленький пулеметик. Спасибо. Вот. Сейчас хотя бы мне будет немножечко полегче. А то без пушки и без оружия. И, блин, с такой скоростью, конечно, я тут ничего не смогу сделать. Так. Отлично. Я уже могу стрелять. Могу что-то исследовать даже. Да, управляемость, конечно, у машины мое почтение. Еле живое. Очень неповоротливая машина пока что. Я хотя бы сейчас смогу отстреливать этих пауков. Если, конечно, смогу. Так, а с них что-то падает. Нет. Только не вздумай переворачиваться. Так. Я что-то собираю. Это что-то, я надеюсь... А, нет, оно остается. Что-то полезненькое. Так, зубокраб. Очень плохо. Машина разворачивается прям пипец. Да, конечно. Кто бы сомневался, что я дерево врежусь. Да, блин. Так. Эй, ты нифига себе. Не бежали. Не бежали. Да, блин, неудобно стрелять. Все. Я всех замочил. Так. Новый уровень. Получить награду. Так. Так. К урону удваивать скорость перезарядки. Нет. Давайте вот так вот сделаем. Урон. Так. Тактическая. Тактика окружения. Я даже не знаю, куда стоит двигаться-то нам. Вылазки тут, конечно, очень опасные. Так. Берем. Так. Слушайте. Такую-то не очень быстро и очень жутко. Так. Во. Так. Опа. Че-то я взял. Ну да. Тут, блин, конечно, с таким пулеметом не сильно. Так. Внедорожные колеса. Нифига себе. Так. Данных я много собрал. И колески сейчас могу даже прокачать. Так. Разработка. Давайте посмотрим, что мы тут найдем. Доклад об опасностях. Так. Назад. Так. Легкий пулемет. Так. Что мне нужно? Так. Создать. Теперь вы можете производить самый простой пулемет. Фабричное оружие доступно всегда в любых количествах. Замечательно. Так. Доклад о монстрах. Машиностроение. Так. Это что у нас? Так. Первичные данные. И давайте образцы флоры, образцы растений. Создать. Большинство данных можно собрать один раз за экспедицию. Чем больше разнообразных действий вы будете совершать, тем полезнее будут конкретные поездки. Данные. Это не только пробы воды, образцов монстров и остатки цивилизаций. Это еще и испытания самого разведчика, его механизмов, оружия и дополнительного оборудования. Внедорожные колеса. Спасибо. Ништячок. Так. Остатки былого. А мы можем. Нифига себе. Так. А че? Не хватает? А во. Во. Вот так. Люди на поверхности не просто долго выживали, они смогли организовать свое производство и даже продвинулись в развитии технологий. К сожалению, это не спасло их от враждебной фауны и климатических изменений. Но они знали. Люди в бункере живут и однажды выйдут на поверхность. Именно поэтому в руинах можно отыскать спрятанные ценные припасы, оборудование и даже оружие. Умирая, они думали о нас. Так. Биомы. Так. Ну, в принципе, тоже можно что-то прокачать. Так. С карты еще. А вот с месяца. Не, ну такой вот мы можем создать. Если заехать достаточно далеко, можно попасть в иную местность и встретить новую живность. Кроме того, могут встретиться удаленные руины городов и военных баз, где можно найти интересные древности. Хорошо. Так. Фабрик. Сейчас мы тут понакачаем, блин. Нормально так. Так. Мне нужен тип с карты, что ли? Так. Вот так вот. Находка отличается от фабричных образцов друг от друга. Например, одна и та же модель оружия может пострадать от времени или наоборот, оказаться модифицированными неизвестными умельцами. Цвета у предметов отражают их примерное качество. Хлам стандартный, модифицированный, улучшенный, образцовый, технологичный, футуристичный. Да, еще бы запомнить все по цветам. Так. Утилиты. Так. А мы же по сути можем, да? Все. Тут. А, нет. Нам нифига не хватит. Возможно, так. Нет доступных ингредиентов. Тут мы... А тут мы можем... А, подождите. Паука. Все. Мне, короче, не хватает, видимо, машиностроения. Хотя тут хватает на последнюю прокачку. Теперь на фабрике доступно оборудование, которое улучшает машину. Сейчас вы можете сделать разведчика надежнее. Так. Ну, давайте посмотрим, что мы можем замутить. Слот пустой. Соответственно, произ... Разраб... А, склад. Так. Угу. Колеса. Проходимые колеса, внедорожные колеса. И что? Внедорожные колеса. А как мне их делать? Данные. Фабрика. Хорошее масло для трансмиссии. Дублирование двигателя. Так. Это все хорошо. Но я могу что-то делать. Так. Пуст. Колеса. Так. Отлично. Антенна. Во. Нифига себе. Так. Ну, нормально. Вот такой вот товарищ у нас. Погнали. Сейчас, может быть, даже получше будет. Может быть, даже подальше проедем. Прокачались-то нехило, если так посмотреть. Нет, маневренность еще пока у него все равно ужасная. Но у нас хоть какая-никакая уже есть защита. И мы можем попробовать вообще в другое место сейчас поехать. Например, куда-то, куда-то, куда-то. Охрен его знает куда. Мы, наверное, в другую сторону сейчас свернем. Вот сюда. Гаденыши. Они меня, как-то, такое ощущение, что как будто ждали. Так. И давайте, наверное, вот сюда я сверну. Пойду в другую сторону. А чё это я еле-еле... А, тут типа горка. Ой, у меня еще патрон так, кажется, не бесконечный. Пригиньте. Так, в горку мне прям ехать достаточно тяжело. Ну, вроде забираюсь. Так. Ага, побежали. Так. А, они, смотрите. Они все еще могут залезть нормально. Сейчас дрохните, твари. Блин, ну там мусор лежит. Нужно мне. Отвалите. Дайте. Мне вот сюда нужно. Мне вот сюда нужно. Так. Улучшенный двигатель. Ой, 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 ой. Так, туда я не поеду. Там что-то с радиацией связано. Блин, ну как же медленно разворачивается-то пипец прям. Еще и все деревья тут. Сейчас подшиваю. Ну, хотя потом будет проще ехать, если они еще раз не вырастут. Ну, вообще, лютая игра есть какая-то. Отвалите от меня. Перезарядка идет. Вот так. О, что-то все-таки удалось. Удалось что-то схватить. И всех даже замочил. Так, а мы тогда можем потихонечку сейчас все собрать. Так, небольшое усиление двигателя. Внедорожные колеса. Ничего-то не густо. Но сзади у нас осталось еще что-то полезное. Чего мы проскочили от страха? Пушки из жизни-то у меня достаточно. Откуда вы взялись-то, уроды? Причем в таком количестве. Да сколько, сколько в вашей жизни-то? Я, конечно, понимаю, что мы тут вообще ни о чем. Ух, так. Максимальная скорость. Давайте максимальная скорость. Броня. Мощность двигателя. Сцепление. Так. Опять, походу, да? Сейчас. Победу. Так, какой-то ящик. Это не очень хорошо было. Так, а зачем я сюда заехал? Это не очень хорошо. Так, а зачем я сюда заехал? Какая-то... О, подстава! Какая-то... О, подстава! Какая-то... О, какой вылез! Вы видели какой вылез кренок? Как мне тут проехать-то? Блин, нет. Только не воду, только не воду. Блин, я походу утонул. Отсюда же могу еще и замочиться. Если я еще попадаю. Не, не попадаю. Ах, ах, ах. Тогда сдохнет, и говорите. Вот этого здорового надо. Так, награда. К броне. А он просто стоит. Он даже не может меня атаковать, что ли? Я его тоже, походу, не особо могу. Давай, пушка, перезаряжайся. Мочи, да говори. А что-то ему, походу, хреновенько у меня отставать нормально не может. Я его, походу, тоже умывал. Блин, ну паук это какой-то корабль. Он, походу, вообще плохо у меня выстрелы. Так, дай мне проехать куда-то еще. Все-таки он меня подорвал. Так, ну мы очень до хрена собрали. Прям очень дофиган. Давайте в разработку сходим. Так. Что мы, куда мы будем? Электричество. Так, особо мы тут ничего не создадим. Утилиты. Раз. Два. Три. Так. Создать. Теперь вы можете размещать на машинах утилиты. У некоторых машин слоты утилит могут располагаться на задней части корпуса. Поэтому придется покрушить машину в гараже, чтобы найти их. Так. Это что у нас такое? Так. У нас типа все есть нужное, да? Нажмите ПКМ перек... Нажатие ПКМ переключит все оружие в автоматическом режиме, что будет отражено зеленой лампочкой в панели оружия снизу. Автоматическое оружие будет самостоятельно выбирать цель открывать огонь, чтобы переключать конкретное оружие и использовать клэш 1, 2, 3. По правой кнопкой мыши? Прикольно. Слушайте. Автоматическое оружие это прям тема. Так. И давайте посмотрим, что тут мы прокачаем. Несмотря на чудовищность, все эти монстры, обычные животные, наша задача найти способ их приручения или отпугивания. Ареал обитания зависит от вида животных, леса, болота или руинов. Подробное изучение фауны позволит узнать больше об особенностях и жизнедеятельности. Так. Броня. Так. Ну, смотрите. Самое интересное, что мы можем еще прокачивать. Так. Нам показывает, что типа... Ну, вот сюда мы можем это перенести. Сюда это... Это... Ай, паука нам не хватает. Ну-ка. Броня. Сюда-то хватает? Да, хватает. Так. Знание о зубокрабах. Шустрый, но слабый организм. Да ни хрена себе слабый, блин. Ну, конечно, под мою пушку вообще. Ооо, видели размеры? МС и маленький, средний, большой. Зубокрабы страдают, стараются держаться подальше от руин деревень и городов, делая исключение лишь на военных базах. Хорошо. Так. Пушка. Ничего такого. Ооо, да ладно, мы можем движок. Так. Здоровье минус 3, мощность плюс 20. Плюс... Так. Плюс 15. Масса 80 килограмм. Вот плюс 32. Движочек. Так. Масса плюс броня 2,7. Вот этот 2,7. Сюда мы что можем? Чего это такое? Постановщик бомб? Колеса. Что колеса разные, прикиньте? 20, плюс 8, плюс 13. Ну вот эти нормальные. Сзади что-нибудь можем? Нет. Сзади мы не можем. Так, а с этой стороны? Ооо. Так. Дублирование агрегатов. Здоровье плюс 40, мощность. Так, а все одинаковое. Здоровье, максимальная скорость. Так. Ну, слушайте. Немножечко так прокачали наш броневичок. Уже можно так сказать. Это уже не просто машинка. Это уже реально броневичок. Ну, и постоянно мы с базы уезжаем. Ну, двигаемся мы так же. Все. У нас автомат. По сути, мы можем особо сейчас не париться. Немножко целиться, а просто вот так ехать и стараться собирать все, что есть на дороге. Стрелять наша пушка будет сама автоматически. Я теперь поеду вот этой дорогой. Попробую максимально собрать, что смогу. Да, все, что стреляет. Пушка сама. Замечательно вообще. А я сейчас просто толпенько буду собирать вещички по дороге. Слушайте, автоматом даже лучше. Наградой какую-то получил. Так. Сцепление. Давайте получше. Стреляет. Вот так пока нормально. Короче, я так понимаю, когда синяя полоса набирается, мы получаем награду. Да. Минус 10. Так. Максимальная скорость не выйдет. Пойдет. Да. Что-то лежит. Может приказаться. Да. Простая броня. Окей. Простая броня. Но у нас пока не очень. Надо что-то искать получше. Ой, там что-то лежит. Наверное, где он поедет. Сейчас. Вот блин, что-то ядовитый. Какой-то дым. Еще прокатичка у нас. Что мы возьмем? Мощность двигателя. Скорость перезарядки на 60 секунд. Короче, на самих дорогах что-то не особо много полезного. Надо, видимо, куда-то... О! Что-то... Что-то нашел. Для меня небольшой усилитель двигателя. Внедорожное колесо. И на самом деле, надо куда-то, мне кажется, съезжать в более такие сложные места и перескать. О! Прямо как-то меня поджали. Так, я какую-то способность активировал на F, и они все сдохли. Так, вот это что такое? А это бомба, походу. Я не знаю, что это, но когда их было много, я нажал на F и прям все подсдохли. Так, а какие-то новые? Черт. Ой, тут даже летающие появились. Так. Ох ты, новая пушка, ребята. Давай, 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 давай. Разворачивайся потихонечку. Разрушенное поселение. Конечно. Блин, а тут карт-то, получается, нет ни хрена, да? Ой, какая-то фигня там. Слушай, а те какие-то новые ходи. Причем, прям, достаточно мощные. Он уже так просто не убивается. Ну-ка. Нифига, так можно что ли было? Короче, все равно. Так. На F прям спасает меня тема. Так, значит, едем дальше. Да что ж такое-то, врезаюсь и врезаюсь. Даже я, кстати, непонятно где нахожусь. Ехали мы тут или не ехали, уже не помню. Вот, мы можем в деревне заезжать. Можем куда-то сруливать, можем не сруливать, хрен его знает. Куда просто даже лучше двигаться, непонятно. Ох, меня заносит. Уже. Так, у меня показывает, что, типа, колеса мокрые или что? О, опять эти типы. Ну, не знаю, я пока, наверное, проедусь по окраине. Я сдохну. Ой, прям большой, блин. У дела, у меня даже мина не подействовала. Несколько его убивать Да, это и Амины, голода, прикиньте Они очень медленные, кстати Амины что-то несут, помогают Может против маленьких ещё нормально, а против больших прям вообще чё-то блять Сколько против Восьмого как-то Вообще, как я понимаю, больших я вообще ни хрена такой путь не люблю Где я нахожусь? Вот просто хрена не знаю, ещё где-то за что Так, ну я вроде от всех оторвался О, летающие какие-то клавиши О, летающие какие-то клавиши Чтобы можно было понять Так, Нати, блин, а ты Засранец, ты сдох раньше времени Ну окей Ну, ещё один, Нати, да Ещё подарочек, боже Не? Ты умирать здесь там не хочешь? Блин, ну это не паук, это какой-то краб А может и ту и другое вносить для тебя А, нет, у нас всё ещё полегон Нет, ещё минку, которая у нас должна не действовать Блин, я просто хочу с... Просто хочу... Ещё у нас... Другой... Так, не штучки Так, ну я хотя бы пушки какие-то набрал Так... Так, урон 25, у нас урон 2 Урон 50 Одиннадцать, двадцать пять, пятьдесят Специальная Так, 300 Задар 067 Вот эта тема Так, сюда ничего Колёса Это какие-то... Что это? Колёса с лезвиями Нормально пойдёт Так, здоровье Так, здоровье Минус четыре Броня Минус один Плюс два и девять Два и шесть Плюс три Двигатель Мощность Плюс двадцать Тут ещё вес играет роль Так... Так... Ладно, пусть будет такой Что у нас сюда можно Плюс сорок Плюс сорок Плюс сорок Сзади Сзади Нифига Сюда Чё... Так, ну нормально Слушайте В следующий раз мы Поедем На этой Тачке А на этом сегодня Всё, ребята Если понравилось видео Обязательно Поддержите его лайком Напишите какой-нибудь Комментарий Стараюсь для вас Новые интересные игры Показывайте Обязательно Перейдите Под роликом Есть описание Там есть ссылка На игру Обязательно Зайдите Добавьте В избранное Кто-то может Даже приобретёт Наших разработчиков Надо поддерживать Обязательно Потому что Если не мы То кто Нашу Страну Никто Поддерживать не будет В игровом плане Поэтому только на Русских геймеров Вся надежда Если мы не поддержим Русских наших разработчиков То Ни от кого Больше Помощи ждать Не придётся И вот таких вот Крутых Интересных игр Мы Может быть Дальше не увидим На этом сегодня всё С вами был Пип До скорых встреч Увидимся Пока Увидимся